Боевики На Луганском направлении боевые действия вчера велись только в Попаснянском районе и только с 16 до 17 часов. Противник четыре раза обстрелял две наши позиции, применил лёгкое вооружение и бронетехнику. ГУМ-конвои Многотонный тайник боеприпасов в зоне АТО, который после себя оставили боевики, обнаружила нацполиция. По словам правоохранителей, оружие могло быть использовано против мирных жителей и украинских военных. С июля 2014 года Госслужба Укрины по чрезвычайным ситуациям осуществила около 10 тысяч выездов по заявкам от населения и обследовала более 16 тысяч гектаров территории. Пиротехники обнаружили, изъяли и уничтожили больше 100 тысяч боеприпасов и разминировали около 800 минных ловушек. Информационная реинтеграция Донбасса. Правительство поддержало дорожную карту действий, которую разработало Министерство информполитики. Главные шаги – борьба с российской пропагандой и налаживание коммуникаций с жителями оккупированных территорий Донбасса. В профильном ведомстве подчеркнули, украинцы на неподконтрольных территориях Востока живут в агрессивном изолированном информационном пространстве и имеют ограниченный доступ к альтернативной информации. Задача – вернуть украинское вещание и в Крым. Это граждан, которые остались за линией соприкосновения образа реальной Украины, не искаженного пропагандой. И, наконец, это повышение уровня украинской гражданской идентичности и сознания, вне зависимости от того, где украинцы проживают. Соединенные Штаты Америки наращивают давление на Россию. 15 компаний российского оборонпрома и 8 во временно оккупированном Крыму под усиленными американскими санкциями. Накануне вступило в силу решение о введении дополнительных ограничений против российских компаний за агрессию против нашей страны. В посольстве Украины в США подчеркнули – санкциями Американское министерство торговли блокирует деятельность оборонки России и превращает Крым в экономически-токсический регион. Ранее ограничение против России до 31 июля 2017 года продлил Совет ЕС. Всего 2%, но все же экономический рост. Инфляция – 9%. И это в условиях реальной и торговой войны с Россией. На таком фоне Украина завершает 2016-й. В прошлом году порядок цифр был другой – минус 10% ВВП и рост цен – 43%. На 2017-й год мы прогнозируем рост ВВП на 3%. Есть предпосылки для этого роста. И даже больше. Среди достижений Минэкономики – сокращение лишней бумажной волокиты для бизнеса. В этом году отменили больше 350 регуляторных актов, а на госзакупках через Прозоро сэкономили более 9 миллиардов гривен. Это 350 миллионов долларов. Электронные закупки стали настоящим открытием в мире. Прозоро получила две международные премии. Нам интересно делиться своим опытом с миром. У нас есть конкретные инициативы Прозоро Гоу Глобал. Мы общаемся с Молдовой, Афганистаном, чтобы они использовали Прозоро у себя. Среди настоящих финансовых побед Украины – продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Украина преодолела проклятие третьего транша, как говорят экономисты, и в сентябре получила миллиард. Решение фонда о последующей части кредита ожидают в начале 2017-го. Относительно выполнения условий МВФ, Украина домашнее задание по обязательствам МВФ, которые мы обещали в подписанных меморандумах, выполнила. А домашнее задание было непростое. Нужно было залатать огромную дыру в капитале самого большого банка страны – Приватбанка. При этом не разрушить финансовую систему, избежать паники вкладчиков и снижения курса гривни. Для этого Нацбанк весь год пополнял свои резервы. Мы купили больше, чем 1,7 миллиарда долларов. Это сумма даже больше, чем та, которая была предусмотрена программой МВФ. Эта сумма аккумулирования резервов через покупку крайне важна для обеспечения финансовой стабильности. К сожалению, это, например, совсем не было очевидно еще два года назад, когда наши резервы были очень низкие. Февраль 2015 года, к сожалению, вот эта ужасная ситуация, когда наши резервы достигли 5,5 миллиардов долларов. К слову, именно во столько, минимум 5,5 миллиардов долларов, обойдется финстабильность Приватбанка. Минфин взял этот удар на себя за 72 часа без шума и пыли на валютном рынке. Приватбанк стал государственным. В бюджете предусмотрены на это деньги. Это не что-то дополнительное. Бюджет остается сбалансированным. Тема госбюджета 2017 тоже не сходила с лент экономических изданий последние несколько месяцев. Во-первых, из-за повышения минимальной зарплаты вдвое и, соответственно, налоговых отчислений на зарплату. А во-вторых, впервые за последние 15 лет проект главной сметы страны был подан вовремя. Хотя традиция голосовать за него ночью сохранилась. 174 за решение принято. Державный бюджет Украины на 2017 год приняты, коллеги. Дарья Вершилинка, Дмитрий Гришко, ЮЭй-ТВ. Вместо палатки – передвижной командный пункт. Из таких в зоне АТО теперь управляют боями нацгвардии. Развернуть его можно где угодно, без особых усилий. В собранном виде транспортируется в грузовике. Такого варианта, как этот, на сегодняшний день нет в силовых структурах. В вооруженных силах аналоги есть, но они старого образца. Этот – новейший образец, который используется для обеспечения управления целями и средствами в отрыве от пунктов постоянной дислокации. Это новые образцы средств первой медпомощи. Каждый санинструктор подразделения нацгвардии оснащен такой спецсумкой. Здесь есть все для сердечно-легочной реанимации, восстановления дыхания и остановки кровотечения. Также в ней укомплектованы ноши. Кроме того, каждый боец обеспечен такой индивидуальной медаптечкой. Аптечка медицинская военная. Это образец НАТО, а это отечественного производства. Здесь есть турникет для механической остановки кровотечения, повязка, перчатки, воздушная трубка. В нашем образце еще добавляется новейший образец обезболивающего средства в капсулах. Для минимизации неотложной помощи на фронте работают такие бронеавтомобили. Они предусмотрены для безопасной доставки личного состава нацгвардии на передовую. Оба новейшие образцы «Казак» и «Варта» отечественного производителя. В зоне АТО они используются уже в течение 8 месяцев. Там их около 50 единиц. Этого недостаточно. Мы проводим закупки. К концу 2018 года мы планируем укомплектовать ими подразделения нацгвардии на 100%. Среди образцов есть и техника для разведки, управления огнем артиллерии, комплексы обеспечения бытовых нужд. Все это на вооружение нацгвардии, военного формирования, которое еще три года назад, едва не голыми руками, первым пошло в бой против российского агрессора. Именно нацгвардия остановила врага и дала возможность восстановить вооруженные силы. Также создать сильную армию, которая сегодня является одной из самых боеспособных в Европе. За три года гвардейцы прошли путь, который в некоторых странах военные подразделения проходят более 10 лет. Среди главных достижений нацгвардии в этом году создание отдела стратегического планирования, усовершенствования связи и картографической защиты. Кроме того, нацгвардия получила статус наблюдателя в Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземноморья, а также обеспечила жильем более 250 семей гвардейцев. Ярослава Гурбик, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова